И снова добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем нашу тему, наш микрокурс, посвященный каббалистике. И сегодня мы остановимся подробнее на ключевом глифе каббалистическом, который называется «Древо жизни». Так, все звук отключите, пожалуйста. Вот, отлично. Мы будем сегодня говорить о глифе Эц Ахаим, о глифе Древа жизни. Традиционно его изображение выглядит примерно вот таким образом. И это является достаточно мощным, универсальным символом, сложносоставным символом, с которым можно работать фактически по любой теме. Мы сегодня его попытаемся подробнейшим образом разобрать. По большому счету это именно карта мира с точки зрения каббалы. И в конце вы можете предложить любую ситуацию или слово, идею. И мы посмотрим с вами, как ее разместить на этой схеме. И, соответственно, будет видно, где она находится, значит, с чем она прежде всего связана. То, что мы в прошлый раз вчера с вами разбирали. То есть вы получите дополнительный ряд ассоциаций к любому слову, понятию, явлению, ситуации, объекту, субъекту и так далее. И, что важно, вы получите как бы пути, по которым можно перемещаться к какому-то другому объекту, ситуации. Допустим, вы в нежелательной для вас ситуации находитесь, а хотите переместиться в желательную. У вас что-то там не получается в работе над произведением, и вы хотите чем-то его обогатить. И здесь есть вот эти пути перемещения, которые тоже наделены своими контейнерами. Назовем это так, да, в психологии есть такое понятие контейнирование. В общем-то оно емко, универсальное. И благодаря этому мы можем часто находить решения ситуативные, которые далеко не очевидны, но из-за вот этих дополнительных ассоциаций срабатывают. На самом деле, действительно уникальная вещь, потому что, по сути, здесь нет как бы ничего. То есть это пустая карта. И в то же самое время там как бы все, в принципе, уже плотненько укомплектовано. Другое дело, что укомплектовано оно не чем-то. Когда-то там в эпоху написания сэфер Яцера или сэфер Хазоар. Хазоар был опубликован впервые в 16-м столетии. Но, скорее всего, эти трактаты намного более древние. Каббала все-таки это умственная традиция. Но это и не начало нового, так сказать, нашего времени. Это и не христианская эпоха. Это и не эпоха Ренессанса. Это современный нам инструментарий. То есть сейчас, когда мы смотрим на древо жизни, мы его укомплектовываем понятиями современной, может, даже новостной повестки можно укомплектовать. Можно укомплектовать идеями искусственного интеллекта и чем угодно, самыми современными, новейшими разработками, как в области техники, так и в области философии. Именно этим эта и система и уникальна. То есть это просто определенным образом расположены каналы, которые, вероятно, из-за очень глубокой рефлексии людей в древности, когда фонового шума вокруг было несоизмеримо меньше, и у человека просто было время и возможности на такого рода рефлексию. И благодаря этой рефлексии люди интуитивно схватывали не столько то, что относится к самому миру. Нам всегда кажется сейчас, что мы наблюдаем явления вокруг нас. Тогда люди больше видели именно вещи, как мы это воспринимаем, каким образом. Да, они тоже это относили к миру, но они схватывали, по сути, эта схема не столько макрокосма, не столько мира, окружающего нас, сколько схема способа восприятия нашим человеческим сознанием любых явлений окружающего мира. И именно поэтому, вероятно, эта схема так заинтересовала Карла Густава Юнга, создателя аналитической психологии, который, в общем-то, на ней и выстроил всю свою модель. Сейчас на современном этапе психологии аналитическая психология развилась в архетипическую психологию, хилмановскую психологию. Вот, то есть это вполне современная наука, которую преподают в академических институтах по всему миру, и, в общем-то, она, по большому счёту, основана на каббалистике. Что ещё нужно знать, что бы я хотел вам сказать? Начнём, наверное, о появлении самого Древа Жизни, о том, чего здесь нет на этом глифе. А нету здесь следующего момента формирования самого Древа. С точки зрения каббалы изначально было ничто, называемое айн, небытие, завеса небытия, которая начала чудесным образом эманировать. Понятие эманации заимствовано из философии Плотина. Это был античный философ, очень крупная фигура, повлиявшая на целые столетия вперёд, на философскую мысль. Так вот, Плотин предполагал, что божество именно эманирует, истекает. Истекает, и по мере того, как замедляется процесс истечения, складываются из идей, чувств, проектов, объекта. Вот вполне конкретный, да, там дутое, толстое стекло, объект. Вот это уже конечная стадия эманации. Хотя, с точки зрения физики, я не случайно показал вам стекло, оно тоже течёт, оно продолжает течь. То есть, ну, можете понаблюдать в очень старых домах на стёклах, у них вверху толщина стекла будет намного тоньше, чем внизу. То есть, стекло тоже продолжает течь. И это как раз ключевая идея для вот этого глифа. Он не является костной, жёсткой некой системой. Для композитора, наверное, это принципиально важно. Когда вы учили формы, различные формы, там, сонатную, контрастно-составную, реакционную, какую угодно там ещё, вы видели схемы этих форм. Но на самом деле нужно понимать, что это всего лишь схема. Речь идёт о живом процессе, процессе эманации, процессе истечения. И здесь, как бы, вот, нельзя сказать, так же, как, кстати, и в сонатной, там, допустим, форме, любом музыкальном произведении, что-то истечение, что вот сначала попадает энергия суда в КТ, потом идёт суда в Хакма. Нет, она каждый раз, как бы, изливается из любой вышележащей сферы в нижележащую. То есть, приведу пример на области музыкальной формы. Смотрите, как вы слушаете, воспринимаете музыкальное произведение? Вы же его не воспринимаете от начала к концу. На самом деле, ваше восприятие делает постоянно расширяющуюся петлю. Оттуда и есть идея формы. Что такое развалить форму? Когда ваше восприятие не способно связать начало, да, до того места, где форма посыпалась. Потому что каждый дополнительный такт – это расширение этой петли. Если бы вы не вот так это воспринимали, вы бы никогда не смогли, например, воспринять, что началась вот тут-то реприза. Вы уже не помнили бы, что было в начале. То есть, ваша память сохраняет, да, то, что было в начале, и это как бы тянется, истекает вперёд вот такой вот петлёй. И если это хорошее сочинение, то вы можете эту петлю довести до его конца. Если это не очень продуманное по форме сочинение, то, соответственно, эта петля рвётся, и получается, как мы вчера с вами анализировали, да, шевер от хокелем, да, разбиение сосудов. Всё, лопнуло ваше древо жизни. И получились на выходе только клипы, да. Получились только скорлупы, только осколки, никакой формы не вышло. То есть, древо жизни – это вот эта целостная петля. И энергия не просто проистекает сверху вниз. Тут бор, да, ещё на самом деле до Айн где-то находится. Помните, бор-то сжался, появилась Айн, появилась пустота. Вот, где-то там высоко, за пределами вообще этого мира находится бор. Внизу, вот здесь, в Мальхуд, находится человек. Но всё течёт не только от Бога к человеку, но и наоборот. Мы вчера с вами разбирали то, что, согласно Кабале, человек столь же ответственен за то, что происходит в мире, как и Бог. Бог создал человека творческим, Бог создал человека возможным, имеющим возможность к созиданию. И таким образом, конечная цель творения не просто, чтобы здесь появился человечек. Тут таким же успехом камень может появиться. А смысл творения в том, чтобы здесь появившийся человек сумел взойти по древу жизни обратно к КТР, к Божеству. Обратно вернуться и прихватить с собой ещё разбросанные, в результате крушения предшествующего мира, Божественные искры. Вот она, эта петля. На самом деле, вы эту же петлю найдёте и в исламской традиции. Вот это как раз парадоксально, потому что это как раз иудейская традиция, исламская традиция. Судейство, конечно, тоже имеет общие корни, ибо Тора повлияла на все иудео-христианские религии. И ислам здесь не исключение. Но, тем не менее, это любопытно, потому что в исламе есть представление о творении и искуплении. Искупление – это возвращение к Божеству. Вот она, эта петля, описывающая любую форму, а так, как любое музыкальное произведение. Это тоже новый мир. Вот в герметическом ордене «Золотая заря», о котором я вам вчера рассказывал, там как раз высшей формой достижения человека считалось создание своего мира. То есть, когда человек становится равным Богу. Ну, не в смысле того, что он там сидит в дурке и думает, что он божество. Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров. Вот. А созидание своего мира. Если вы посмотрите на творения тех авторов, которых мы считаем великими, на Данте Легери, на Микеланджело Буонаротти, на Витховена, не знаю, на Хейджек, Штагаузена, то вы увидите, что их взгляд принципиально отличается от взгляда других художников. Они действительно жили во своей Вселенной. Они сумели создать свой собственный мир. Не только свой собственный музыкальный, живописный, литературный мир, но свое собственное видение мира, свою собственную систему отношений внутри мира. И это и есть полностью пройденный круг. Вниз это идет как бы само собой. Это идет от божества, если угодно. Если вам это слово не нравится, можете сказать от природы, что будет с точки зрения Каббалы абсолютно параллельно, потому что для нее Бог находится вот там, где-то за пределами Древа Жизни. Вот, здесь теория Докинза ничуть не хуже работает, чем теория атеистическая. Атеизм, атеизм здесь вместе сосуществует. Но, вот от низа подняться наверх уже должен человек самостоятельно. И только поднявшись к вершине, только создав свой собственный мир, человек может созидать уже на правах Творца. На правах Творца с большой буквы. И это на самом деле не будет неким богоборчеством. В традиционных религиях это считается, что что вы там, богоборцы что ли, как Бог хотите. Нет, с точки зрения Каббалы, это как раз высшая цель человека, это то, ради чего, собственно, его Бог сделал, создал. То есть, дойти до вершины и помочь Богу сотворить этот мир до конца, да, реализовать его в его идеальной форме. Потому что на самом деле мыслится, что Бог настолько прозорлив, что он наделил каждого человека возможностью к созиданию нового мира. И как раз если человек этой возможностью не воспользуется, то он подставит Бога. А если воспользуется, то, соответственно, будет действовать и жить в согласии с Творением. Так, пойдем дальше. Соответственно, поняли, петля, мир, да, как таковой, по сути, эта карта и является картой макроуровня, то есть плана человека на его жизнь, но это же является и картой вашего каждого конкретного отдельно взятого произведения на микроуровне, потому что оно должно действительно быть вот этой петлей, петлей целостности, петлей, которая охватывает от начала и до конца ваше произведение. Вне зависимости от того, как оно начнется, как оно закончится, оно должно быть целостно. Даже если вы хотите его оборвать, что на самом деле логично бывает иногда, или вы хотите его сделать, чтобы оно там уходило до бесконечности куда-то в фейде, очень тонком и длительном, даже, возможно, невыписанном, когда сами исполнители решают, сколько длится сочинение. И тем не менее, даже в этих случаях это должно подчиняться логике вот этой петли. Если это ей не подчиняется, то, простите, это как бы не совсем сочинение. Это некий набросок, штудия, это уже к другому древу будет. Есть еще древо смерти, изнанка древа жизни. Вот это немножко будет в кинстат. Из каких структурных элементов состоит древо? Ну вот мы выяснили, что есть некая высшая триада невидимая. Ein, Einsov и Einsov Auer. К моменту Einsov Auer, небытие, сначала это небытие, потом оно становится бесконечностью, и потом оно превращается в бесконечный свет. Это вот нечто предшествующее творению мира. Ну, можно считать, что это момент большого взрыва с точки зрения физики, физической модели Вселенной. И после этого появляется первая сфера, из которой эманируют все остальные сферот, вплоть до нижней, которая называется Мальхуд. Все названия разберу, это определимся. Посмотрим на структуру. Как выглядит структурно это древо? Оно состоит из триады высших, три высших сферы. Сферот – это цифра и чаша, сосуд. Это для древних языков свойственна многозначность. Но будем считать, что это некие сферы. Слово «сфера» очень похоже на сферу. Но и также это еще и цифра. Цифры сфер. Триада высших – она неумопостигаема. То есть, ее уже можно только интуитивным зрением охватить. Здесь идет Великая Каббалистическая Бездна. То есть, этот треугольник, как вы видите, направлен вершиной вверх. Он правильный. Он обращен вершиной к точке-источнику. Все, что вы видите ниже – это два еще дополнительных треугольника плюс одна отдельная сфера. Это отражения выше лежащей структуры. Один раз и второй раз. Они уже неправильные. Они обращены вершиной вниз. Вот один из них. Вот второй из них треугольник. И, наконец, тот мир, в котором мы живем, он вообще где-то на ниточке внизу болтается. То есть, там уже даже и треугольника-то нет никакого. Он сам по себе один. Это очень важный, на самом деле, по смыслу элемент структурный. Он дает очень многое для понимания. Но пока что оставим это на области структуры только. Что еще здесь есть? Есть три столпа, объединяющие эти сферы. Есть столб строгости. На нарисованной карте он находится вот здесь. На нарисованной карте он находится с левой стороны. Но на самом деле, если вы представите себе сюда человечка вписанного, то он у него будет с правой стороны. Ну, вот у меня правая рука, да, вот я стою, вот он будет с правой стороны. Но если вы смотрите на эту карту, она, естественно, будет с левой стороны. Поэтому называется левым столпом. Это столб строгости, это столб милосердия и центральный столб. Абсолютно архетипическая структура, на самом деле гениальная структура, выраженная не только в Кабале, но и в десятках мифов, сказок. Вы знаете это в русских сказках. Приходит там какой-нибудь богатырь к камню, либо к межевому, либо к калатарю камню. А на нем написано, там, да, налево пойдешь, там, что-нибудь там потеряешь. Направо пойдешь, еще что-нибудь потеряешь. Но, в отличие от русских сказок, таких суровых, где обязательно куда не пойдешь, что-нибудь потеряешь, здесь куда не пойдешь, что-нибудь найдешь. Но найдешь, вы знаете, между потеряешь и найдешь, на самом деле не столь большая разница, как кажется. Потому что, например, ну, можно налево пойти, деньги потерять, а можно налево пойти и обрести бедность. Вот, в общем-то, по сути, это одно и то же, да, только смотря с какой стороны рассматривать. Вот, у меня стакан, правда, еще не полностью наполовину пуст или наполовину холод, но это примерно из этой же стерии. Сейчас я его отопью побольше, и будет уже почти наполовину. Можно сказать, что в стакане меньше стало воды, а можно сказать, что в стакане больше воздуха стало. Так что, в общем-то, сказки русские про то же самое, что иудейская мифология. Что здесь важно? Важно здесь следующее. То, что боковыми границами этого глифа является, с одной стороны, идея ограничения. Столб строгости связан с идеей границ. Ограничение сжатия формы. Столб милосердия связан с идеей экспансии, расширения. И вот названия такие замечательные, строгости милосердия. Эти столпы же перешли потом в масонство. Там они были столпами Яхин и Вуаз. До сих пор активно эксплуатируются, в том числе в посвятительных масонских ритуалах, розенкрейцерских обществах и так далее. Но чем здесь это интересно? Тем, что люди обычно думают, что строгость – это плохо, а милосердие – это хорошо. Но это вообще ни разу не так. Потому что, ну вот, например, представьте себе, что вы сели писать музыку. И вот вы ее пишете, пишете, дописываете. И уже там написали на 8 часов сонату, да, и еще у вас куча идей, чем ее туда заполнить можно. Это по типу Акына, да, что ниже тупою. И рано или поздно этой сонате нужно сказать, все, стоп, хватит уже. А в идеале ее еще подрезать, подкарнать и сделать ее так на 12 минут вполне так маленькой хорошей сонатинкой. Вот может тогда она еще будет ничего. Так вот, столб милосердия, экспансия, расширение, он отвечает за идею наращивания. А рост наращивания – это не всегда хорошо. А столб строгости отвечает за идеи усечения, обрезания. Что может быть иногда болезненно, но на самом деле является абсолютно необходимым для созидания формы как таковой. Ну, можно привести пример, допустим, разрастание вот раковой опухоли, оно будет по столбу милосердия. Это же расширение. А вот хирургическое вмешательство с вырезанием ее будет по столбу суровости. А вот что кому больше нравится, это уже выбирать каждого. Понимаете? Ну, раковым клеткам, наверное, больше нравится, когда они разрастаются. А человеку навряд ли. Так что, вот здесь не нужно думать, что какая-то из частей древа жизни хуже, чем остальные. И это, кстати, очень интересная идея, потому что с точки зрения целого ряда мировых религий есть вещи плохие, хорошие. Более того, нам говорят точно, что хорошо и что плохо. Да, как крошка сын, который к отцу пришел. Вот. И ему тоже там объяснял отец, что хорошо и что плохо. А здесь этого нет. Весь мир в одинаковой степени свят. Более того, каббалисты в один голос утверждали, что вершина КТР ничуть не более не святая, чем Мальхуд. Самая-самая нижняя составляющая древа жизни. Таким образом, не бывает чего-то хорошего или плохого. Бывает нечто чрезмерное. Вот чрезмерности все, либо чрезмерность в сторону нехватки, либо чрезмерность в сторону излишества. Они все попадут на другое древо. На древо клепатическое. И это, опять же, напоминает нам базовые идеи, связанные с музыкальным творчеством. У меня спрашивают часто студенты по инструментовке. Вот это хорошее сочетание инструментов. Вы понимаете, любое сочетание инструментов, оно бывает уместное и неуместное. Например, если вы хотите, чтобы здесь звучало очень смешно, то, ну, наверное, будет хорошо. Если вы хотите, чтобы здесь звучало нежно и лирично, то, наверное, какое-то абсурдное сочетание инструментов будет не самым подходящим. То есть любой тембр, любая краска, любой звук, даже срывающийся звук, звук некачественный с точки зрения среднестатистического сознания, он бывает уместен или неуместен. Например, если вы посмотрите сочинение целого ряда спектралистов, то вы увидите, что там один отдельно взятый звук может быть безобразен. Но если он не будет таковым, он не попадет в пазл и не сольется с звуком, взятым другим инструментом. И в целом это звучит великолепно, но если вы будете это разбирать на составляющие, то вы получите кучу разомкнутых, как бы разорванных звуков, которые как раз как пазлы и подгоняются в общую текстуру ткани. Особенно характерно для 300 номера, допустим, такое письмо. Вот вам опять же идея. Целостность, в которой нету чего-то плохого и чего-то хорошего. Плохо или хорошо, когда оно, а, неуместно, и когда оно чрезмерно. С точки зрения как раз Дионы Форчун, которую я вам рекомендовал вчера книгу, она говорила, определяла вообще, интересно, понятие зла. Она говорила, зло это нахождение не в том месте, не в то время и не в том месте. Смещение относительно позиции. Ну вот это и действительно есть зло. И этим нужно как раз, именно этому вас учат ваши педагоги по композиции, чтобы ваши идеи находились в нужное время, в нужном месте. Что такое расширить форму, например? Ну, значит, у вас точка кульминации не в том месте находится, и форма не держится. А если ее сместить, значит, будет все держаться. Что такое там укорачивание, допустим, какой-нибудь, какого-то связующего постранения, его удлинения? То же самое, смещение важных, приоритетных идей, идиом в нужное место. Вот такая структура. Значит, внизу мир материальный, вверху мир идеальный. Здесь столб суровости, столб милосердия, центральный столб. Центральный столб, казалось бы, самый сбалансированный. Он действительно таковым и является. И, как вы видите, наш мир-то, в общем-то, находится в хорошей точке. Он находится в центре. Он вовсе не зашкален в какую-то одну из сторон. Но, как вы видите, опять же, из этих красочной этой картинки, он, в отличие от всех прочих, сферот раскрашен в разные цвета. Это тоже интересно, и об этом тоже стоит поговорить. Дело в том, что все сферот, они обладают определенным качеством, и с этими качествами сопряжены определенные цвета. Кстати, это очень интересно. Почему? Если вы видите цветные сны, то можно по цвету, преобладающему во сне, точно соотнести ваш сон с той или иной сферой. И он действительно по смыслу будет сопрягаться со всем комплексом идей, которые с этой сферой, этой сферой соответствуют. Но, внизу у нас четыре цвета. Почему? Потому что нижний наш мир связан с миром стихий. Это мир действия. В Каббале он называется миром осия. Это мир, в котором мы живем, действуем. Но это мир материальный. А вот теперь смотрите, насколько более дифференцированную карту окружающей нас реальности дает нам Каббала. Мир, в котором мы привыкли, мы делим как? Ну, если не повезет совсем, то делим на материальное и духовное. Две составляющие. Если чуть получше повезет и человек окажется, там, не знаю, воцерковленным, он будет делить на тело, душу и дух. Три составляющие. В каких-нибудь языческих традициях, если вы посмотрите от древнего Египта до северной традиции, то там уже эту душу, внутренний человеческий мир делили на 10-11 частей и до бесконечности. Здесь человеческий мир действия, вот он, все остальное духовная реальность. Настолько филигранно проработано 9 различных компонентов, 9 различных точек, между которыми пролегают пути. Вот представьте себе, если вы настолько тонко умеете определять ваш внутренний мир. Вы же его пытаетесь так или иначе приспособить, адаптировать и выразить в своих произведениях. Ну вот, а здесь вы его, получается, можете дифференцировать на тончайшие пласты, управляемые, осознаваемые вами. Ну вот, это, конечно, большой плюс Каббалу. Что здесь еще структурно? В Каббале есть 4 мира. 4 мира, об этом сейчас поговорим. Есть версия, в которой каждому из миров соответствует целиком вот такая же структура. То есть, аккурат, идут друг на другом 4 древа жизни. Ну, вот, допустим, как-нибудь вот так. Есть версия более распространенная, в котором высший из миров – это одна или две сферы. Это мир называется мир Ацелут. Не буду разбирать этимологию слова. Слово сложное. Слово, тем более, связанное с древними языками. Ну, в общем, назовем это мир, приближенный к Богу. Да, мир, приближенный к идеальному состоянию. Это некая, даже не просто идея, как помните, у Платона были идеи. Идея там стола, идея стакана. Вот. Нет, это даже не такая идея. Это импульс к идее. То есть, платоновская идея в стадии потенциальности. Вот это мир Ацелут. Вы представьте себе, получается, когда вы, допустим, услышали целиком свое сочинение в голове, обычно это происходит в считанную секунду, щелчок такой, и вы уже полностью видите форму, вы еще не видите деталей всех этого произведения, но, в общем-то, форму и характер произведения вы уже слышите. То есть, так вот, это еще не эта стадия. А стадия, когда у вас возникает желание, иницио, некая интенция к созиданию. У вас еще не сложилась эта форма, но у вас уже есть потребность к созиданию таковой. Представьте себе там, что вы идете и видите дуб. Под дубом валяется желудь. В этом желуде заключен не только будущий дуб, но будущий, упавший с него, желудь. Вот эта стадия соответствует миру Ацелута. Стадия, предшествующая процессу формообразования, как такового. Обычно считается, что к ней относится только верхняя сфера, но я считаю, в моих изысканиях, ей соответствуют две сферы. И Кетер, и Хакмар. Следующий мир, каббалистический мир Брия, это мир созидания, мир творения. Ему соответствует прежде всего сфера Бина, третья сфера. Сфера, вот еще разберем их название. Это как раз мир платоновских идей. Это схваченная в целом форма, схваченная в целом идея тембрики, схваченная в целом текстура вашего будущего произведения без какой-либо детализации. Прошу обратить особое внимание на сверхпроницательность каббалистов, потому что все это и иницио, первоначальный импульс, который у вас возникает, когда вы хотите сесть и написать, и схваченная вами форма на первоначальном уровне, не относятся к процессам мышления. Это сверхмыслительные процессы. Это процессы, которые делаются вами, созидаются вами на уровне, наработанном за долгие годы. Это процесс сверхсознательный. Многие думают, что он бессознательный, на самом деле это не так. То есть представьте себе, что у нас есть некое бессознательное действие. То есть вы смотрите, не знаю, как кто-то делает фокус, или как кто-то пишет сонату. Вы не знаете, как это осуществляется. Вот это стадия бессознательная. Для вас это просто чудо. Человек сел, сонату пишет. Потом вы начинаете учиться этому, или как показывать фокус какой-то, или как писать музыку. Это сознательная стадия. Как правило, стадия очень медленная. Но сколько музыки учатся? Неимоверное количество лет. Меня, наверное, на скрипке отдали года в три. Может, даже чуть раньше начали учить. Но я, в принципе, вырос в театре в буквальном смысле этого слова. В прямом, не в переносном. Так что можно сказать, что там вообще с годика. Слышал полный состав симпооркестра, слышал певцов, как это все организовано. Поэтому мне, в принципе, никогда не может прийти в голову звук, там, тембр какого-то инструмента вне его диапазона. Не нужно запоминать, потому что, если я его там никогда не слышал, значит, у него там нету нот. Все. И, соответственно, вот эта стадия, вот с момента, когда вы начали заниматься музыкой, до момента, когда вы начали что-то самостоятельно уже созидать, то, что вы считаете соответствующим вашему уровню, вот этот процесс, долгий-долгий процесс обучения, он рационален. И поэтому очень медленный. Все, что рациональное, оно медленное. А когда вы нарабатываете это до уровня автоматизма, ну, вам ни один скрипач не будет там смотреть долго, где там у него в одиннадцатой позиции, ну, нотка на какой-то струне, он просто ставит туда палец и попадает. Все. Ну, если не попадает, значит, плохой скрипач. Вот. И вот это момент уже сверхсознательный. Это не возвращение к бессознательному уровню, это сверхсознательный уровень. Он быстрый. То есть мы сначала начинаем с бессознательного, с удивления, о, как это делают. Потом идет сознательный процесс, научение, ну, как, допустим, фокус какой-то показывать. У вас сначала он плохо получается, потом получше. А потом вы его просто, вас ночью разбуди, и вы его покажете, и вам ничего не нужно, никаких интеллектуальных усилий подключать, чтобы это сделать. Вот это и есть сверхсознательный уровень. Так вот, здесь у нас вот высшая триада сферот, между которыми лежит каббалистическая бездна, и есть сверхсознательный уровень. К нему относятся что? Процесс точки импульса, с которого начинается процесс работы над произведением, и схватывание формы в целом. Это настолько быстрый процесс, он не может быть сознательным. Хотя, естественно, базу вы для него подготовили на сознательном уровне. Но помните, Моцарт говорил о том, что он там сороковую симфонию услышал просто за считанные доли секунды. На самом деле это не преувеличение. Я очень много раз слышал произведение, действительно, вот так, когда оно, там, длинное, там, многочастное произведение, ты его слышишь за считанные доли секунды. Но потом его, естественно, придется записывать, либо прорабатывать в процессе записи, либо уже прорабатывать детали в голове, а потом садиться записывать. Это уже будет рациональный процесс, и он будет, даже при очень высокой вашей скорости работы, достаточно медленно. Редчайшие исключения здесь есть, но это не более, чем редчайшие исключения. У меня в жизни было два, наверное, примера редких исключений, когда я не знаю, как это делалось. Кларентовый концерт я написал целиком, три части, наверное, часов за шесть. В партитуре и в день же заказа я отправил назад автору партитуру в полном объеме, вот, в смысле, заказчику, не автору, и на что он удивился и решил, что я что-то старое переделал. Вот. И также было с экс-ипси, с концертом для дома и струнного оркестра, одну из частей, я тоже, там приличная партитура, страниц 50 объема, тоже написал в течение одного дня. Может быть, 8 или 9 часов. Обычно больше 9 я в день никогда не работал. Вот. Так что, вот, в течение рабочего дня тоже написал. Но это редкие примеры, когда ты пишешь быстрее, чем ты можешь, по сути. Я так быстро набирать ноты не умею. То есть, процесс ускоряется, у этого в каббале тоже есть свои объяснения, этому есть свои объяснения в научной психологии, но это редкие процессы. Обычно вы схватили форму в целом, а потом вы сидите и ее прорабатываете. И вот тут мы перемещаемся с вами на уровень ниже в мир яцира, в мир формирования. А вот это уже мир проработки в деталях. И смотрите, какой он будет огроменный. Это почти большая часть древа жизни. Не то, что половина, а вообще большая часть древа жизни. Потому что вы будете все прорабатывать в деталях. Одна деталька, другая. И смотрите, как это здорово решено в цветах. Вверху не было цветов. Были разные оттенки света. Да, белый, затемнение его, и черный, поглощающий. То есть, был просто свет, как наличие и отсутствие, и степень яркости. А вот при переходе через каббалистическую бездну мы получаем цветовой спектр. Красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый. Причем, заметьте, базовые цвета, да, красный, синий и желтый. И производные от них цвета. Зеленый, оранжевый и фиолетовый. Как идет проработка? Проработка идет от, это идея, сфера экспансии. Проговорим еще сейчас про сферот следующего часа. Сейчас вот где-нибудь начнем. Сфера экспансии. То есть, проработка сначала варианты, варианты, варианты. Чем мы это будем наполнять? Далее. Сфера отсечения всего ненужного. Далее, сфера, которая вообще переводится как гармония. Но это не та гармония, которая аккордами. Ну, не функциональная гармония, короче. А гармония в смысле баланса. Действительно, нужно найти идеальный баланс между многообразием и отсечением лишнего. Потому что иногда что-то может быть красиво, но неуместно. И гармония не есть красота. Это уместность, да, количество красоты, присутствие в том времени, пространстве, избранном составе, который вы предпочли. То есть, опять же, очень часто мне студенты начинают спрашивать, а вот я здесь хочу в партитуру добавить что-нибудь, сорюзофон или еще что-нибудь, еще какой-нибудь неведомый инструмент. И ты начинаешь спрашивать, аж зачем, куда? Если он там засовывает рояль, простите, в симфонический оркестр для того, чтобы тот басы усиливал, ну, в общем-то, наверное, грош цена этому роялю. Его оттуда нужно выкидывать и добиваться этого же тембра другими средствами, как известно, любыми инструментами можно воспроизвести тембр любого другого, если у вас есть внутренний слух и вы понимаете, как это функционирует на уровне спектрограммы. Вот, но вот это и есть добавление хорошо тогда, да, когда оно приводит к гармонии, когда оно отыгрывает. Если вы добавляете в свою игру дополнительная возможность, то эта возможность должна отыграться по полной. Если вы, простите, ружье на стенку повесили, ну, и оно не обязательно должно выстрелить, да, можно им орехи колоть в конце, но им нужно что-то сделать. А если ружье просто так висит, ну, забыли убрать, значит, это лишнее, это нечто ненужное. С точки зрения, так сказать, функциональной инструментовки, вот этим золотым правилом этого треугольника является все, что не слышно, не должно быть написано в партитуре. Это функциональная инструментовка. А теперь мы хоба и поменяли ее на другую инструментовку, на инструментовку контекстуальную. И там уже будет совсем другие правила. Там будут правила, не должно быть ничего написано такого, что не слышно музыкантам, играющим эту партитуру. Понимаете? Потому что, допустим, для функциональной инструментовки, если вы напишите какую-то педаль, которую не слышит публика, это все, это грех. Ну, вот, в прямом смысле этого слова, а не в виде метафоры. То есть это ошибка. Потому что не слышно, значит, плохо. Но с точки зрения контекстуальной инструментовки, ваша педаль может повлиять на того солиста, который в этот момент играет соло, ему на этой подушке комфортнее будет играть. И он это соло сыграет выразительнее, а это уже публика слышит. Полностью правила поменялись, но логика та же самая. Если это не работает, это лишнее, это нужно отсекать. А вот как оно работает, это зависит от того, какой вы мир выстроили. Бывают инструментовки те же самые. Функциональная, колористическая, контекстуальная. Я на три делю отсека, да, всегда делил для своих учеников на три типа инструментовки. Может, кто-то еще какой-то изобретет, проанализирует и скажет, а вот здесь новый какой-то тип инструментовки. Но, значит, это его будет мир. Мне этих трех хватало всегда за глаза. Следующий треугольник. Еще вниз мы переместились. Это все сфера руаха. Руах – это разум с точки зрения на иврите. Руах – это сознательный разум. Так вот, здесь у нас нижний уровень, связанный с интеллектом, в его наиболее такой житейской форме. То есть вы должны, естественно, думать о возможности реализации вашего проекта. Это одна из важных идей. Если вы пишете, что называется, от души, и вы не продумываете то, что у этого инструмента, например, какая-то нота бывает, только если это инструмент, сделанный на заказ, и он есть где-нибудь один в Токио, ну, тогда, наверное, списать такое не стоит. То есть есть практический подход. Будет ли это сочинение часто исполняться? Если, допустим, вы пишете все для типического состава, не знаю, там, струнный квартет, он есть везде. Если вы хотите туда добавить веолу-помпозу, то, если она вам по зарез нужна, то, наверное, нужно. Но включать вот этот момент фильтрации для того, чтобы ваше сочинение могло жить повседневной жизнью, тоже нужно. И это не значит, что нужно писать только для чего-то типового. Наоборот, вы отлично наверняка знаете, что инструменты не самые популярные. Там такие, допустим, как, не знаю, эуфониум, да даже тот же самый контрабас. У них репертуар несоизмеримо меньше количественно, чем там у рояля, скрипки, флейты. И они, наоборот, заинтересованы в получении нового репертуара. Так вот, рациональная сфера, сфера такого коммерческого интеллекта, интеллекта практического, находится вот здесь. Это тоже очень важный фактор. Но его нужно включать, смотрите, позже. Сначала иницио, потом общим форма, потом выверение деталей сочинения, но тут же помнить о том, что есть не только красота, вот эта сфера красоты как таковой, эстетической составляющей. Пока что тут шел вопрос о деталях, еще не сопрягающейся с человеческим восприятием. Красота, как вы понимаете, она находится не в произведении. Это тоже форма взаимодействия вашего, труда, труда ваших рук, труда вашего интеллекта с републикой. Вот здесь у нас сфера красоты, а здесь сфера практического разума. Им тоже нужно всегда поверять вашу партитуру. Нужно добавлять, не нужно. Понимаете, с точки зрения, допустим, баланса, добавите вы сюда виолу, помпозу или не добавите, может оказаться вторичным. Окажется и так, и так хорошо. А вот с точки зрения практики вам нужно смекать. Если у вас есть исполнитель на этом инструменте, он часто концертирует, ему не хватает репертуара, да, конечно, нужно добавить. Если это не ухудшит вашу работу. А если напротив у вас нет такого исполнителя, исполнитель есть, но он играет современную музыку на каждый юбилей, да, то есть раз в 10 лет, то, наверное, добавлять этого не стоит. И вот мы дошли уже почти до самого низа. Вот это сфера Исот. Иногда ее относят уже к нижнему каббулистическому миру, но я по-прежнему отношу ее к сфере Руах. Это фактически полностью сложившаяся ваша партитура со всеми деталями, которые есть у вас в голове. Либо, ну, если кто-то не умеет держать в голове, он сразу пишет. Но здесь подразумевается, что все-таки это еще не воплощенный проект, а проект полностью готовый к воплощению. С очень важным моментом. С наличием публики. Если у вас в голове не будет публики, вашему сочинению тоже, в общем-то, грош цена. И будет оно иметь успех или не будет, будет зависеть даже не 50 на 50, да, намного меньше шансов у него будет. Я всегда, может быть, не знаю, специфика моего личного мышления, может быть, так у всех бывает, я не знаю. Но я всегда слышал произведение свое в голове и прорабатывал его же там в деталях, одновременно наблюдая его в концертном зале при исполнении. То есть я вижу виртуальную публику. Я ее чувствую. И я чувствую, где, допустим, она может начать ерзать. Я чувствую, как она включается, где у нее повышается интерес, где он уменьшается. То есть вот этот момент взаимодействия с публикой, он очень важен. По этой причине как раз, как вы знаете, очень часто на протяжении веков имели наибольший успех композиторы-исполнители. Почему? Потому что у исполнителя вот это чувство публики, оно наработано. Он же играет для кого-то, не для граммофонной пластинки. Появилась-то она не так давно, это способы звукозаписи. Человек играет всегда для реальной публики. Если человек нарабатывает вот это чувство, фидбэк от публики чувствовать, ответную реакцию, то он может это же включить в свое сознание, где-то там на позиции Фрейдовского суперэго, коллектива интегрированного в нарву, инкорпорированного в нашу же психику, и чувствовать процесс взаимодействия между вашим произведением и воображаемой публикой. Вот это и есть сфера вот эта, вот она ЕСОК называется. Об этом еще поговорим. Она связана со сферой снов. Дело в том, что для древнего мира сон был почти реальность, да, некий проект реальности. Вот для вас, перенося это на нашу тему создания произведения, по сути, это виртуальная сцена разыгрывания премьеры вашего сочинения. Наверняка вы чувствовали, когда, допустим, ваше сочинение играется в концертном зале впервые, вы присутствуете на премьере, когда уже публики полный зал, вы можете услышать ваше сочинение как бы со стороны, ушами публики, и вам может там что-то не понравиться. Вам может показаться, а вот здесь, как я мог это раньше не услышать, тут форма проседает, а вот тут слишком сильный контраст, нужно было меньше сделать, или наоборот. Вот этот момент нужно инкорпорировать в свою творческую работу, чтобы вы это делали не по факту прослушивания сочинения в концертном зале, которое может при неудачном раскладе оказаться единственным, а в голове, Каббала нас этому учит, вот эта сфера, это точная модель воплощения уже чего-то в бумаге, но еще держа, которая держится у нас в воображении, которая держится у нас в голове. Это очень толковый совет от Каббалы, начинающему композитору, да и не только начинающему, чтобы готовый продукт, а это уже просто бумага, это то, что вы написали. Так вот, готовый продукт должен точно соответствовать вот этой сфере. Как известно, Марис Равель, прежде чем исполнять свои сочинения, их публиковал. То есть он сначала писал свою работу, делал голоса, публиковал партитуру, публиковал голоса, и по опубликованным партитуре голосам исполнялось его сочинение. То есть вот это высшая форма владения вот этой методикой. Когда человек может полностью представить все, как это будет звучать, и уже напечатать все, напечатать, чтобы больше точно ничего не переделывать, чтобы не быть как Репин. Знаете, про Репина очень много ходит шуток на эту тему, когда он приходил в Третьяковскую галерею и там дописывал свои картины, ему даже запретили в итоге вход в эту частную на тот момент галерею, потому что боялись, что он испортит работу. Ну художники же они такие, потом что-то не понравится, кисточкой вообще скакинет в картину, она денег стоит. Вот, так вот, чтобы так не делать, Марис Равель в принципе издавал свою партитуру, вы понимаете. Значит, уже любая ретушь, которую делал после этого дирижер, лежала на совести дирижера. Ну вот, любой мог взять партитурку и посмотреть, сказать, а нет, а здесь другой инструмент играл. Вот в целом, как происходит процесс формирования мира с точки зрения кабалык, а теперь я немножко остановлюсь на каждый из сферот, точнее на том их аспекте, который связан с планетами. Планетами древнего мира не нужно путать с астрономическими объектами Солнечной системы. До того, как появилась астрономия, как вы знаете, была астрология. Более того, вообще астрономия появилась только по той простой причине, что людей интересовала астрология. Ну, делает человек астропрогноз, какой-нибудь халдей древний, вот, он в него не сходится. Что, кто виноват? Планеты нет. Значит, человек не точно сделал астропрогноз. А для того, чтобы точно сделать, нужно более точно наблюдать за планетами. Так постепенно появилось вплоть до телескопа, и постепенно мы перешли на научный взгляд на планеты, и нам кажется сейчас, что уже астрология это ерунда. На самом деле, на астрологии завязано 95% вообще всей культуры как таковой, и не только европейской, потому что и астрология-то пришла к нам все-таки от халдеев. И я вам приведу просто один единственный пример. Был такой крупнейший физик-лауреат Нобелевской премии по физике, как Вольган Паули. Жил он в 20 веке. Великий ученый. Так вот, этот великий ученый, например, считал, что астрология работает. И более того, на протяжении длительного периода своей жизни пытался доказать, что это действительно так. И его статистические эксперименты, которые они делали вместе с Юнгом, действительно показывают, что процент там выше, чем процент вероятности. Там нету 100%, естественно, никаких 100% вообще ни в чем не бывает. Но там процент выше, чем процент статистической вероятности. Как это работает, непонятно, маловероятно, что это от самих планет, хотя Вольган Паули считал, что это так, что речь идет об отраженном от планет некой энергии, которая идет, возможно, отраженный свет. Я думаю, что это сугубо культурный код с планетами никак на деле не связанный. Но это дело десятое. А дело в том, что для нашей культуры коды семи планет древнего мира, они очень важны. Они пронизывают, в принципе, все. И здесь мы встречаем с вами вот эту планетарную составляющую, именно которую я с вами и разберу. Но, так как планеты, в древности было известно только семь планет. Более того, многие из них мы сейчас планетами не называем. Вспомним этимологию слова «планета» дословно по-древнегречески «это блуждающая по небу». То есть планетами, например, нельзя было назвать Землю. Если мы стоим на Земле, то она у нас по небу никак не блуждает, по определению. Но зато по небу блуждает Луна и Солнце. Таким образом, к планетам относились не круглые тела, вращающиеся вокруг звезды, как это определяют современные физики, а то, что можно было наблюдать на небе, то, что двигалось, в отличие от неподвижных звезд. Так и вот, планет Древний мир знал семь, это Солнце, Луна и пять видимых невооруженным глазом с Земли планет от Меркурия до Сатурна. И поэтому они расположены здесь от сферы Есот до сферы Бена. То есть, по сути, занимают весь процесс формирования. Здесь ничего не было. Сейчас туда многие добавляют добавившиеся Нептун и Уран. Уран и Нептун. Плутон, как вы знаете, уже не планета. Там такого добра в поясе Койпера. Вот, хоть и Лопатой Греби, уже говорят, под несколько тысяч там таких объектов, вот как Плутон. Соответственно, планет стала аккурат столько, сколько было на Древе жизни. Опять же, совпадение или нет? Но, действительно, планет в Солнечной системе теперь еще на две больше. И больше не предвидится. Не будет больше планет. Уже слишком изучена она, Солнечная система, чтобы их там больше стало. Вот. Как в Менделеевской таблице до сих пор находят новые элементы, да, и они аккуратно в нее все равно ложатся. Но я, так как буду вам рассказывать классическую структуру Древа, вот в эти новые планеты не полезу. Хотя одна из них очень интересна для музыканта. Это планета Уран, которую на Западе называют Гершель, потому что Гершель был композитор. Понимаете, Гершель был не просто композитор, он вообще по образованию музыкант, он не астроном. Он был к боистам немцам, потом от войны уехал в Англию, там пописывал музыку, и, надо сказать, пописывал музыку очень хорошую, толковую для своего времени. Симфонии писал, концерты для Габоя, и по совместительству увлекался как раз созданием телескопа. Он купил себе книжку, как сделать телескоп для начинающих. Но так как ему показалось, что маленький телескоп сложно сделать, что лучше линзы большие, он сам пересчитал, как их увеличить. И выточил самый большой в мире телескоп. Вообще, ученые считали, что он не будет работать. Но он не просто не работал, он в него сделал несколько сот научных открытий, в том числе открыл планету Уран. И удивительность Гершеля в том, что он действительно, вероятно, дошел где-то до вершины Древа Жизни, он видел то, что в этот телескоп видеть нельзя. Он видел цвета отдаленных объектов. Никто не видел в упор. Более того, многие из его описаний цветовых были подтверждены только Вояджером, когда он до них долетел, уже в конце 20-го столетия. Это к вопросу о человеческих возможностях, если человек идет в правильном направлении. Так вот, отбросив вот эти несуществующие в Древнем мире планеты, мы поговорим сначала об этих сферах кратко. Первая сфера Древа Жизни называется Катер. Катер по-еврейски, это значит венец, корона, вершина. Считается, что это единственная сфера, у которой видна только половина. То есть часть ее находится в небытии. Оттуда она и черпает энергию, и вот эта ее половина, она для нас не видна. Она находится за пределами человеческих возможностей. Нижняя же ее часть для нас видна, и из нее порождаются все остальные сферы. С чем она связана? Обычно люди думают, что вверху что-то вот должно быть такое божественное, умилительное и прекрасное. На самом деле там находится нечто, что сложно определить, что сложно куда-то отнести, что сложно контейнировать, воспринять, и что еще более сложно систематизировать. Придумал пример из области микробиологии. Есть такая, помните, в школе учили Евглена Зеленая. Есть такое одноклеточное, которое у него есть большие проблемы. Точнее не у него, оно само отлично существует уже много миллионов лет. С его систематизацией. Во-первых, мы не можем понять, животное это или растение. Почему? Потому что, если солнышко светит, оно питается фотосинтезом. То есть оно существует так же, как существуют растения. Более того, у него вместо глаза, а у него есть светочувствительный элемент, орган, несмотря на то, что это одноклеточное, у него кристаллик крахмала. Крахмал, опять же, свойство растений. Но выключаете свет, и Евглена Зеленая замечательно жует то, что вокруг нее находится, через ротик, как обычное существо, как животное. Так вот, что это, животное или растение? Сейчас ее чаще относят все-таки к растениям. Но на самом деле определить, животное это или растение, невозможно. Вот эта фаза КТР, это нечто начальное. И неудивительно, что именно с таких простейших начинается жизнь как таковая. Ваше сочинение так же начинается. Начинается некий импульс, вы его еще не воспринимаете, вы не знаете, откуда он исходит, и никто не знает, и никогда не узнает, как это сфера КТР. Но вы еще даже не знаете, во что оно выльется, может, оно вообще ни во что не выльется. Вот этот некий первичный импульс, который стоит за всей последующей процедурой работы над сочинением, это и есть сфера КТР. Приду вам еще один пример, тоже из области микробиологии. На этот раз это уже действительно животное, это амеба. Обыкновенная амеба. Ну там у нее всякие ложноножки есть, помните, тоже по биологии. Как родили. Представьте себе, что вы выпили некую водичку, в которой содержались эти амебы. Они попали к вам в кишечник. И вот они там живут, амеб не паразит, поэтому, в общем-то, она там будет размножаться, но вам от этого не жарко, не холодно. Есть и есть. Ну лишней амебой больше. Но представьте себе, что вы попали в некую стрессовую ситуацию. Допустим, вы заболели, и у вас резко поднялась температура. Эта амеба может отреагировать на данную процедуру самым неожиданным образом. То есть за считанные доли часов, или даже за несколько минут, она может стать другим видом. То есть проделать эволюционный процесс, который миллионами лет шел, за щелчок пальца. И превратиться в другую, в дизентерийную амебу. А вот она уже паразиты очень даже. И у вас правильно, у вас начнется жидкий стул со всеми вытекающими. И вам придется пить антибиотики, которые вытравят эту амебу из вашего организма. Вот этот процесс абсолютно невозможный, по сути. Процесс эволюции, который может произойти по щелчку пальца. Вот это катер. Понимаете? На самом деле вершина и с точки зрения науки, иницио, начало, и с точки зрения кабалы, это нечто неопределенное. Ни один ученый вам не сможет объяснить, какого макара одна амеба может превратиться в другую. Каким образом она, по сути, меняет свою структуру, свое строение. Вот вы можете, например, свою руку удлинить до бесконечности фактически, потом назад вобрать. Понимаете? Вы не можете этого сделать. Во-вторых, она делится, и по сути, в процессе деления это одно и то же существо, как бы бессмертное. Но это существо может не только делением размножаться, но оно может и половым путем размножаться, да? Объединяются, наоборот, две амебы, только они будут не размножаться, а объединяться. Они объединяются и снова делятся уже не по той линии, как объединяются, а по другой. И получается два существа с совместным опытом и одного, и другого. Опыт, естественно, в кавычках. Так и вот, вот эти все процессы непостижимые человеческим сознанием и очень мутабельные, очень движимые внутри, очень подвижные, очень мобильные, соотносятся с высшей сферой. КТ. Это процессы, которые происходят в террорическом сознании, которые вы не можете контролировать. Так же, как вы не сможете самоубиться, остановив свое дыхание, например. Почему говорю, можете попробовать, все равно не получится. То есть человек не может остановить свое дыхание, когда у него полностью будет заканчиваться воздух, он все равно вдохнет. Это медицински доказанный факт. Следующая сфера, которая называется хакма, вот, это, соответственно, сфера, связанная с идеей силы, с идеей движения. Это вообще двоица, сама по себе символизм двоицы. Это отделение, отделение от чего-то. Ну, в христианской религии это изгнание из рая, отпадение Люцифера и так далее. Но на самом деле только разделение может позволить нам осуществить какой-то мыслительный процесс. Пока есть только нечто единое, никакая рефлексия невозможна. По большому счету тот потенциал, который возникает у вас прежде, чем возникнет уже некая форма вашего музыкального произведения, он складывается именно здесь. Это само, так сказать, нервное напряжение, которое порождает последующее движение в той или иной форме. Ну, Диона Форчун объясняла суть этой сферы через силу, а суть сферы следующей, которая называется Бена, через форму. Представьте себе, что формы нет. Вот возьмем двигатель внутреннего сгорания. Представьте себе, что нету никаких, никакого самого этого двигателя, нету того, в чем ходят поршни. Вот вы просто сжигаете бензин. Но его энергия расстреотачивается, и никакого движения вы не получаете. Но, если мы получаем двигатель внутреннего сгорания, он замкнутый, он герметичный, и процесс сгорания происходит внутри формы, это можно адаптировать в движение. То есть форма получается, форма и сила работают совместно. Все вот эти, все, что относится к триаде высших сферот, это неумопостигаемый процесс, и вы можете схватить от него только вот эту точку. Вину. Когда вы почувствовали, о, вам пришла идея, вам кажется, что вот эта идея пришла, и вы чувствуете, что она как будто только что появилась. Но ваша музыкальная идея до этого прошла уже две фазы. Первая фаза вероятности вообще того, будет, не будет. Фаза накопления энергии, которая может занять там считанные доли секунды, и тем не менее она необходима. Это нервное раздражение. Без него никакая идея, поверьте, вам в голову не придет. Мы уже с вами вчера разбирали, что наше мышление кластерное. Если не накопить нужного напряжения на, так скажем, в ЦНС, то никакого импульса вы на выходе не получите. Вот сюда вы получаете идею. Может быть, это идея формы сочинения в целом. Может быть, это идея какого-то отдельного сонора, отдельной фразы музыкальной. Но вот эта идея, которая к вам приходит точечно, это продукт работы всей триады высших сферот. И вот здесь мы впервые дошли с вами на сфере бины, на сфере бина. Хакма значит мудрость, не перевел вам мудрость, а бина понимание. Прошу обратить внимание, что слово мудрость в русском языке не совсем соответствует древним языкам. В древних языках слово мудрость направленное, оно активное по сути, а понимание пассивное, вбирающее. То есть вот эта сфера это активное, это, помните, нервный раздражитель, а вот это готовый результат, вобравший ваши умения, навыки, и этот раздражитель, и воплотивший их в какой-то форме. Вот это мудрость, вот это понимание, принимающая сфера. Она соотносится с планетой такой, как Сатурн. Сатурн самая отдаленная из планет Солнечной системы, последняя, которую видно невооруженным глазом, и удивительно, что в древности ей приписывали свойства ограничения, скованности. Сатурн отвечал за формирование. Удивительно, почему? Потому что Сатурн это единственная планета из семи планет древнего мира, которая снабжена кольцом. То есть, она окольцована, она замкнута в некую структуру. Кольцо Сатурна невооруженным глазом не видно, от слова никак. То есть, пока Галилей не изобрел телескоп, кольцо Сатурна никто не видел. Но функция ограничения окольцованности у планеты Сатурн была еще с древнего Вавилона. Вот можете считать, что они провидцами были, можете считать, что к ним инопланетяне прилетали, маленькие зеленкие человечки, или кто-нибудь док из назад в будущее прилетел туда и им рассказал. Но факт остается фактом. они это знали. Какие идеи связаны с планетарным Сатурном? Почему, кстати, это важно знать? Вплоть до появления Дидро энциклопедии дело в том, что информация, как правило, располагалась не в алфавитном порядке, как вы это привыкли сейчас. Я когда своим студентам рассказываю на журфаке, что, например, может быть энциклопедия расположена не в алфавитном порядке, у них вот так глаза вылезают, но говорят, в хронологическом, а ничего подобного, не в хронологическом, например, в планетарном. Брать пишет Фуко в своей эпохальной работе слова и вещи, в 60-х годах 20-го века работа, одна из важнейших работ по истории культуры в принципе 20-го века. Так вот, Фуко там пишет, что может быть расположение в планетарном порядке, то есть есть вещи, которые относились к идее Сатурна, есть вещи, которые относились к идее Солнца, идее Меркурия, и так располагались энциклопедии, это было нормально, но это не значит, что не было алфавитного порядка, нет, он был, но он не был доминирующим, сейчас это единственный, по сути, порядок расположения информации, но смотрите, у него есть как свои плюсы, так и свои минусы, к вопросу системности, плюсы алфавитного порядка, легко найти объект, если вы знаете его название, минусы расположения алфавитного порядка, вы не можете читать подряд этот текст, рядом соседствуют абсолютно никак не связанные между собой явления, как в мультике, рядом будут чебоксары и чебуреки, а чебурашки там не будет, хотя если бы он там был в этой энциклопедии, он тоже бы занимал эту позицию, как в понятии между чебоксарами, чебурашкой и чебуреками нет никакой связи, а в энциклопедии, которая будет расположена исходя из вот этой системы, системы планетарной, все явления, которые будут рядом находиться, будут между собой взаимосвязаны и помогать вам устанавливать новые когнитивные связи, потому что все, что связано к сфере Сатурна, допустим, наш скелет, то, что несет наше тело, к сфере Сатурна, к сфере Сатурна, время, идея времени как такового, время, ну, сейчас в современном мире мы бы сказали время и пространство, вот тогда люди не понимали, что это одно и то же, идея времени, я считаю, тоже Сатурн, идея стратификации по возрасту, очень интересная, кстати, мысль, дело в том, что Сатурн делает оборот вокруг Солнца за 29,5 лет в среднем, чуть-чуть более, так сказать, тонко, но в среднем запомнить 29,5 лет. Человеческая жизнь делится аккуратно на такие периоды, период роста, взросления, обучения, первые 30 лет его жизни, следующий период расцвета, до 60 лет, и период угасания, от 60 до 90 лет. Ну, кто живет, некий пережиток условно, это назовем, от 90 до 120. Вот эти потенциальные периоды человеческой жизни, сатурнянские периоды. Какие еще идеи с Сатурном? Идеи, естественно, связанные со смертью, потому что это макроцикл, три стадии человеческой жизни и неизбежное угасание, неизбежное умирание. Идея времени в принципе связана с умиранием. И кости в нас не только потому что это то, что нас держит, было связано с Сатурном, но и потому что это то, что остается после нас. Тот же самый череп, который изображали на могилах, черепа дама так называемый, это идея бессмертия человеческих останков, то, что они переживают живое человеческое тело. Таким образом, Сатурн, с одной стороны планета очень темная, темная по смыслу, с другой стороны это база, основа для всего остального. Вне процессов пространства времени в принципе ничего не может быть. Это фундамент, кстати, идея фундамента тоже будет относиться к Сатурну именно, как таковому. То есть вот такой комплекс идеи, представьте, вы открываете энциклопедию и она располагается в порядке сатурническом. Вы прочтете о чем? Какую-нибудь мифологию столба Джет в Древнем Египте, столба, на котором походится весь мир, он же позвоночный столб человека как такового. Вы прочтете о фундаментах, различных типов фундамента. вы прочтете о постройке архитектурных сооружений, о твердой, прочной конструкции, сейчас еще бывают сейсмостойкие конструкции, сюда же пойдет. Вы прочтете об идее времени, вы прочтете об идеях жесткой стратификации, социальной, физиологической прежде всего, да, которая, то есть, нету до сих пор, несмотря на все прорывы науки, ни одного человека, который бы переживал строго отведенные вот эти сатурнические циклы, да, то есть, 30, 60, 90, 120, все, конец. То есть, если человек, ну, может быть, там, 125, 126 проживет, это уже не суть важна. Самое удивительное, вы знаете, в этом цикле сатурническом тройном, то, что современная наука говорит, что после 90 лет, аккурат, после 90 лет у человека возникает феномен пренебрежимого старения. То есть, если до 90 лет человек с каждым годом шансы его умереть увеличивались, то, начиная с 90 лет, человек может умереть в каждую минуту времени примерно с равным шансом. И от года в году эти шансы не увеличиваются. Они начнут увеличиться там позже значительно. то есть, когда уже организм поймет, что он прокосил этот индивид еще до сих пор живой, он его все-таки, конечно, добьет. Но вот как раз возраст третьего сатурнического цикла, на стыке третьего и четвертого, он действительно дает уникальный сбой. Вот. Переходим ниже. Мы пересекли великую каббалистическую бездну, отделяющую божественный мир, неумопостигаемый, так назовем, от умопостигаемого и попадаем с вами сюда. Первая сфера ниже бездны называется хакма. О, простите, хесет, хесет. Хесет – милосердие. Милосердие. Это сфера бесконечной экспансии. С точки зрения биологии это многообразие видов. Эволюция, порождающая неограниченное количество видов. больше, 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 больше. С точки зрения вашего творческого процесса это уже осознаваемая вами работа по вариантам. Если вы будете достаточно тонко анализировать процесс вашей работы над сочинением, то вы поймете, что после первого инициа схваченной вами музыкальной идеей или формы вы начинаете прорабатывать варианты. Кто-то их делает очень быстро, кто-то это делает очень медленно, но это первый осознанный процесс. То есть именно с этого начинается работа. Над текстом, над музыкой, над чем угодно, даже над действием, выбираете что-то вам сделать. Вы начинаете прорабатывать как, каким образом. То есть первое это накопление вариантов. Эта сфера, сфера Хасет связана с планетой Юпитер. Планета Юпитер с точки зрения смысла в древнем мире связывалась с изобилием. Это рок изобилия. Это великий всеотец, щедрый всеотец, который только дарит, 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 так задаривает своего ребенка. Это великий милосердный владыка, который всех милует. И этот процесс безусловно первый умопостигаемый. Многие считают, что это очень хороший процесс, а следующий как раз связанный с отсечением очень плохой, но это конечно совсем не так. Если вы будете только бесконечно прорабатывать варианты в своей голове, то вы превратитесь в манилово. У вас будет куча планов, но вы так ничего и не завершите. Более того, милосердие оно не всегда хорошо. Но представьте себе, что у вас завелись в вашем государстве группа преступников. Они всех режут, убивают. Вам их ловят, приводят, а вы говорите, ну хороший человек, отпустите. Ну они опять выходят, опять режут, убивают. И так до бесконечности. То есть бесконечный процесс милосердия, он переходит в фазу, стадию хаоса. Смотрите, очень любопытно на древе жизни, все, что связано с центральной колонной, это сбалансированные силы. Все, что находится справа или слева, уместно только при взаимодействии этих сил. Если какая-то из сил справа или слева начинает преобладать, это приводит к катастрофе, что в одном, что и в другом случае. Если у нас будет только идея формы, но не будет никаких сил, эта форма будет находиться в потенциальности. Как вы думаете, откуда вообще приходят к вам идеи соноров каких-то, формообразования, которые вы схватываете? Естественно, потому что вы их туда наработали, во-вторых, потому что они есть на уровне культурных кодов. Вы же не сами музыку придумали, ее до вас придумали. Более того, не существует ни одного человеческого сообщества, в котором не было бы музыки. Это значит, что это вообще форма постижения мира как такового. Звуковая форма видения мира. Но, если бы не было импульса, эти формы находились бы в латентном состоянии. Вы бы их не почувствовали. То есть, форма запускается за счет импульса. Но, если бы не было никаких форм, а был только импульс, то вы бы были какой-нибудь евгленной зеленой или инфузорией туфелькой. У нее импульс есть к движению, но никаких форм контента вот этого порождения чего-то на сознательном уровне нету. Поэтому, даже на уровне вершинной триады сферот, серединка хорошо, края действуют только во взаимодополнении. И вот мы с вами смотрим ниже бездны первую такую пару Хасет и Гвура или Гебура. Чаще всего на русском пишут Гебура. Соответственно, Хасет это милосердие, а Гебура или Гвура это строгость. Иногда называют эту сферу Дин, суд по-иудейски. Дин, пахат, иногда страх. Человек действительно больше всего боится отсечения, идеи отсечения. Это у нас сфера юпитерианская, это марсианская. Как видите, цвета юпитерианский синий, бесконечное небо, как это мыслилось древним человеком, а красное, ну, понятно, связано с кровью. Именно здесь первое древо жизни накрылось. Оно дотекло до сферы Гвура, и Гвура была настолько жестоко, строго, что разлетелось это все во все стороны. Так вот, как найти баланс между первым и вторым? Первое порождение вариантов, второе отсечение лишнего. Ну, все знают знаменитую фразу, наверное, Микеланджело, да, как сделать статую. Нужно просто от куска мрамора убрать все лишнее, и получится статуя. В общем-то, технически он абсолютно прав. То есть, он на самом деле фиксирует именно вот эту модель. У вас сложилась форма в голове, вы проработали все варианты, у вас есть ткань, вот бесконечно это пространство, это пространство вариантов и материал. И вы отсекаете все лишнее, все у вас на выходе получается стат. но, во-первых, если мы перешагнем в сторону хасет, у нас будет дисбаланс в сторону милосердия. В вашем сочинении будет куча всего понапихана, формы в нем будет, не будет никакой. Может быть, оно кому-то понравится, но, скорее всего, только непрофессионалам, которые будут фрагментарно воспринимать вашу ткань, и, может быть, даже какой-нибудь кусок из вашего сочинения воткнут в какой-нибудь фильм. В лучшем случае. Если будет перекос в сторону суда, в сторону Дим, в сторону Гвуры, вы все идеи свои на корню будете зарубать. Это чрезмерная критика, когда дальше процесс не идет. Помните, здесь как раз Шевер от Хаки Лим наступил. Вот у большинства людей в период творческого кризиса как раз наступает такой Шевер от Хаки Лим. У вас пространство варианта, варианты порождаются, а вы их все рубите. Вам кидают варианты, вы их на лету прям шашкой разрубаете. И ничего дальше не идет. И то, и другое очень плохо. Это значит, что для того, чтобы примирить одно и другое, нам, кстати, нужно посмотреть, а что у нас между ними находится. Мы пути-то еще не смотрели, я вам даже и не буду этим голову забивать. Это вы посмотрите самостоятельно, если будет желание в этом разбираться. Между ними находится путь, который в английской школе Тарот связывается с картой вожделения. Картой, связывающей человека и зверя внутри нас. Это значит, что нужно какие-то вещи делать инстинктивно. Нужно доверять своим инстинктам. Понимаете, вы не можете на самом деле полностью написать чужое сочинение, если вы не задались целью его переписать. Все равно что-то свое там будет по-любому. Другое дело, что нужно стараться максимально вычищать чужие идеи, чужой материал из своих работ. Но не будем забывать, что вы композиторы. Если у вас есть заказ и вам его заказали, я помню, как я впервые начал работать на заказ с дедлайнами. То есть у меня действительно был такой культурный шок, потому что я еще учился, я студентом был, и надо было очень быстро работать. Вообще работа с дедлайнами, как правило, ограничена очень во времени. И я вот сидел, и у меня куча вариантов, оказалось, время нужно больше, чтобы проработать. И я всегда себя успокаивал одной простой мыслью. Заказали мне, и заказали невеликое сочинение, а сочинение для какого-то инструмента. И, соответственно, человек хочет на выходе получить не сверх шедевр, а то, что я напишу для этого инструмента. Настолько хорошо, насколько это сейчас смогу сделать. И это запускает вот этот процесс. Понимаете? Потому что, с одной стороны, очень строгий судья нужен. с другой стороны, если вы не будете здесь совсем включать критика, вы просто будете лютую залипуку делать, простите за термин. Вот. Нужно включить взаимодействие, вот этот аркан вожделения, который изображался как женщина, взаимодействующая со львом. Это лев внутри нас. Понимаете? В каждом из нас есть животное. Вообще, физиологически мы гоминиды. Это такие всеядные человекообразные обезьяны. Больше всего похожие на бонобо. Но мы, помимо этого, еще люди. Что такое человек? Это социокультурный субъект. Человек от рождения не человек. От рождения человек является таким же, как бонобо, гоминидой. Но он входит в социокультурное пространство, и он становится человеком. И внутри социокультурного этого пространства он человеком функционирует в качестве человека. Так и вот, примирить нужно наши инстинктивные импульсы, которые тоже творческие. Культура и красота внутри них сложились изначально. Так же, как и уши ваши, ваш слух. Он же у вас появился не для того, чтобы красотами апассионаты наслаждаться, а чтобы вас зверушки в лесу не скушали. И вот эти вещи нужно примирить, понимаете, одно и другое. Критическую нашу социальную позицию и импульс, который идет изнутри. Потому что на самом деле импульс, он всегда правдив. Почему? Объясню вам очень просто. Дело в том, что вы не можете занимать полностью чужую позицию. С точки зрения самой физики вы всегда находитесь в пространстве отличном от других людей. И ваш взгляд всегда отличен от них. Почему? Да потому что, допустим, я сижу здесь на этом кресле. Вы можете сесть в это же кресло после меня или вы можете сесть в это же туда же на ту же самую точку на которой нахожусь я. И этого микро отличия в пространстве или во времени достаточно для того, чтобы вы получили иной опыт, чем получу я. Даже если вы рядом со мной будете всю жизнь болтаться. Понимаете? И поэтому нужно доверять вот этому своему импульсу. Но есть наш импульс свойственный нашей конституции, нашей психике, нашему творческому я, а есть представление о красоте и уродстве в социуме. И нужно уметь соизмерять одно и другое. Вот это и есть путь, путь вожделения между этими позициями, который, если вы его соблюдаете, все у вас, все отлично. Идем дальше. Вы попадаете в сферу гармонии. Сфера называется Тиферет. Она связана с Солнцем и, как видите, находится аккурат в центре древа жизни. Повторюсь, это у нас не гелиоцентрическая система. И тем не менее, солнышко здесь в центре. Вот. Тиферет, это красота, гармония, иногда переводят это с древнееврейского. сфера. Сфера, связанная с идеями идеалов, рациональности. Ну, сюда, например, попадают все представления об умирающих и воскресающих богах. Понимаете, Солнце, это же еще и цикл. Из солнечной мистерии, смерти и возрождения возникли все боги, да, там, Хентиаментию, Осирис, Иисус Христос, все умирающие и воскресающие боги. У них аккурат рождение приходится на зимнее солнцестояние, да, а смерть приходится обычно на весеннее равноденствие. Ну, в чем не на летнее солнцестояние, да, именно на весеннее равноденствие. Туда же примерно приходится Пасха, да, рождение Христа приходится аккурат на рождение того же Хентиаментия, Осириса, то есть на зимнее солнцестояние. Вот это как раз идея вот этой циклической В мире это та самая красота, гармония, которая и создала, простите, всю нашу нервную систему. Наша ЦНС, заимствованная нами от зверушек более древних, приспосабливалась миллионы лет к солнечной пульсации, к вращению Земли по определенной орбите с оттягиванием Луны, с приливами и отливами. Вот этот макроцикл, он формировал среду, в которой мы живем, а наше эстетическое чувство, это способ формирования волеизъявления как такового. Свобода воли основана на том, что нам что-то нравится и не нравится. Оттуда вообще эстетика, оттуда красота, оттуда необходимость в произведениях искусства. Как альтернативных моделях реальности, которые мы с необходимостью должны порождать, потому что если мы их не будем порождать, мы закостенеем в своих жизненных позициях. И если в мире хоть что-то изменится, мы все вымрем, как замечательно вымерли некогда динозавры. И как было это, несколько циклов великого вымирания. И по этой причине эта гармония прежде всего заложена в самом мире, в его цикличности. И хорошие произведения искусства, они так или иначе с этой гармонией коррелируют. То, что мы считаем гармоничным, красивым или некрасивым, оно заложено даже не столько в нас самих. И уж тем более оно заложено не в том произведении, которое вы пишете, или в том объекте, который вы наблюдаете. Оно заложено во взаимодействии сложном, между нашей психикой, кристаллизовавшейся вот в этих макроциклах солнечных, миллионы лет. И тем, к чему это приводило. Уход там в сторону холода, последующая пульсация в сторону потепления. Как появилось наконец-то у живых существ метаболизм на уровне теплокровных существ, приспособление к холоду и так далее. Вот из этого складываются представления о красивом и некрасивом. Поэтому, помните, раньше пытались объяснить, еще начиная с Пифагора, идею гармонии и представлением о золотом сечении. Вот оттуда же, да, то есть как некий универсальный цикл, который вы найдете в любой ракушке, как она строится, идея золотого сечения. Она на самом деле действительно является золотое сечение верняком, но таких подходов к реальности могут быть миллионы других. И нужно уметь внимательно смотреть за внешним миром, улавливать те процессы, которые в нем происходят, и пытаться их на архитектоническом уровне воплотить в своих работах, на уровне формообразования. Не нужно пользоваться готовыми формами. Когда Моцарт писал свои сонаты, никто не знал о сонатной форме. Сонатную форму и со всей ее терминологией придумал А.Б.Маркс в XIX веке. Ну, до него каким-то образом все эти сонаты писали, да, и никого не напрягало то, что они не знали, что есть главная побочная партия. Что еще я хотел вам сказать? Пойдем дальше. Последний треугольник. Сфера меркурианская и сфера венерианская. Сначала венерианская идет, потом в меркурианская и внизу лунарная. Венера – это красота, любовь, эстетическое чувство. Красота в другом уже чувственном восприятии. Здесь была в Тиферет красота, как рациональная гармония. Здесь уже какие-то конкретные элементы, которые вам нравятся или не нравятся. Приятный тембр, приятный цвет, приятная даже мелодия. Или сонор, или кластер, что кому больше нравится. Сфера Венеры, вот зеленая сфера, называется нацах, или победа по древней еврейски. Значит, это сфера тоже расширения. Почему сфера Венеры является тоже сферой расширения? На самом деле наша любовь к чему-то – это всегда экспансия. Даже если вы любите самого себя, вспомните нарцисса. Он влюбился в себя только когда увидел себя в позиции другого, когда увидел свое отражение. И здесь, опять же, следующая форма нашего конфликта внутреннего. Сфера Венеры – любование. Любование какими-то деталями без практического интеллекта. Это, вот вы все это творили, 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 по форме все организовали. И здесь начинаете вы в своем сочинении красоваться, добавлять туда кучу-кучу мелких морсков. Может быть, не следя за временем. Можно очень-очень долго доделывать свои работы. Помните, этим страдал, например, Леонардо, не укладываясь никогда в дедлайны. Этим же, на самом деле, как ни странно, страдал иногда и Сальвадор Дали, который за свою жизнь написал почти 30 тысяч работ и вообще мог за день написать картину, но иногда в дедлайны не укладывался. Вот это процесс зависания на Венере. Он не столь болезненен. Ну, просто сорвете проект. Но проект в итоге получится. Это слишком зависшая точка влюбовании над теми деталями, над которыми вы работаете. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Хорошо, когда они совмещаются друг с другом. А вот эта точка меркурианская, что такое Меркурий? Ну, Венебу я просто вам даже объяснять не стал. Все знают, что такое природа Венеры, так же, как и природа Марса. Марс, как таковая, да, архетипическая. Марс – воин, Марс – меч, отсекающий все лишнее. Венера – любовь объединяющая. А вот меркурианская сфера – это интеллект. Почему Меркурий был богом-покровителем ораторов и воров? Потому что это практически интеллект. И у того, и у другого он есть. Но если человек может что-то у кого-то спереть, значит, он оказался более изощренным, да, особенно сюда попадут даже не просто воры, такие воришки, а мошенники, да, которых сейчас называют лохотронщиками. То есть он же, значит, обманул ваш практически разум, значит, он у него работает лучше. И в то же самое время сюда же можно отнести какого-нибудь таких мыслителей, как Цуцирона. То есть любые великие ораторы тоже пойдут сюда же. Так и вот, перекос в сторону Меркурианского – это получится конъюнктурное искусство. Это когда вы на повесточку дня работаете. Там завалялась у вас какая-нибудь симфония, вы к ней букву «З» приделали и пытаетесь запродать завтра, понимаете? Вот. Это на повестку дня сработали. Не специально, да, вы там прочувствовали эту ситуацию, пытаетесь ее там как-то написать. Никто не говорит, что писать на повестку дня плохо. Ну, есть масса сочинений актуальных именно по этой причине, очень ценных с исторической точки зрения. Но это именно конъюнктура. Сегодня ветер сюда подул, вы туда пытаетесь подстроить свою работу. Особенно мне это напоминает, есть авторы, не буду называть имена, наверное, вы сами догадаетесь, кто это. Есть авторы, у которых есть два-три сочинения, и они их на все составы, возможно, и переделывают. Причем они звучат нормально только в первом составе. У всех остальных это убогое подобие. Ну, и вот у него есть заказ. Он его продает, и продает, и продает, и получается, как на аукционе. Да, продано, продано, еще раз продано. По десять раз одно и то же. Значит, для репутации этого сочинения в итоге это оказывается катастрофическим на самом деле. Потому что подавляющее большинство людей слышало его в этих псевдовариантах. Потому что их больше, чем оригиналы. Но вот она конъюнктура. Зато человек, типа, постоянно поддерживает к себе интерес музыкантов, как-то там более-менее зарабатывает. А во-вторых, потому что он не хочет, так сказать, делать что-то для культуры в целом. Он как воришка, да, сам у себя, вероятно, подворовывает. Но тем не менее. Вот между двумя этими позициями находится образ вашего произведения, включая его реакцию у публики. Публика, лунарная фаза, антисолнце, сфера ресот, сфера наших снов, инстинктов. То есть публика же будет включаться в слушание вашей музыки, то, что называется сугестивно, на уровне непосредственного включения. Публика не может осмыслить его в каких-то музыкальных категориях. Она тоже здесь присутствует. Так вот, чтобы был нормальный вот этот уровень, уровень предконечной работы вашего произведения, нужно, чтобы у вас между вот этой сферой и этой был баланс. А что здесь у нас за путь лежит? В английской школе Таро этот путь называется Аркан-башня. Имеется в виду разрушающаяся башня. И здесь, смотрите, как красиво получается, это извечный конфликт классицистский между разумом и чувствами. Казалось бы, непримиримый конфликт, но нет. Если здесь Аркан-башня, да, плохо. Башня-то крушение. Связаны с мифологемой Содома и Гаморы, с мифологемой Вавилонской башни и многих других башен. Но у этой схемы всегда вы можете перехватить инициативу. Значит, чтобы связать эти два пути, вам нужно самим что-то рушить. А что можно рушить между практическим разумом и вашим эстетическим чувством? Да нужно постоянно устоявшуюся границу между ними рушить. То есть, если вы сами будете поступать, как поступают РК-образные, сбрасывать свой хитиновый этот панцирь и наращивать новый, то вы сумеете примирить вот эти две позиции, почти непримиримые. То есть, если вы постоянно будете в каждом конкретном случае предпочитать большую долю конъюнктуры или, напротив, большую долю эстетических составляющих, то вы создадите правильный образ. Тот же самый Сальвадор Дали, один из самых коммерчески успешных художников своего времени. Но он иногда делал, стукал кулаком, понимаете, по столу и срывал заказ. Да, он отказывался от денег, более того, это не очень хорошо сказывается на репутацию художника, понимаете, если он срывает заказы. Но, тем не менее, вот так было с его колодой Таро. Он создал полностью всю авторскую колоду Таро гуашью с коллажами, с наклеенными картинами других художников. Ему заказали всего несколько карт для фильма о Джеймсе Бонде. Он вместо этого так увлекся идеей карт Таро, когда ему Галла рассказала про все то, что связано с этими картами, он понял, насколько это глубокая философия, и он сорвал заказ. Представляете, что такое в кинематографе сорвать заказ? Это очень нехорошо, ему пришлось приличную неустойку заплатить. Но он потратил почти год своей жизни, чтобы нарисовать полную колоду. При том, что, повторюсь, для него 78 карт нарисовать, он их за час мог нарисовать. Художник технически никак не ограниченный. Но для него эстетическое в данном случае оказалось важнее практического разума. И получилось на выходе выдающаяся колода. Одна из лучших колод 80-х годов 20-го века. В других же случаях, наоборот, его же конъюнктура, когда он буквально за час мог выполнить заказ, позволила ему выйти на ту планку, которую он имел. То есть каждый раз нужно очень жестко взвешивать, что важнее, эстетическая доработка деталей или конъюнктура. И каждый раз на это, простите, давать свой ответ, ломая стереотип предшествующего варианта. Как только вы перестанете ломать этот стереотип сами, его вам сломает мир. И сломает вместе с хребтом. И, наконец, последняя сфера, сфера, соотносящаяся с миром Аси, а с миром действия, называется Мальхуд или Царство. Это сфера Земли, сфера стихий. И это сфера воплощенной реальности. В нашей телесности это наша сама физическая оболочка, гуф, она называется на иврите тело. В вашей работе это нотный текст, либо, если речь идет об электронной композиции, это запись. То есть в зависимости от того, в чем вы работаете. Это может быть программа, может быть ваше сочинение есть программа. Ваше сочинение может быть записью, ваше сочинение может быть партитурой во всем многообразии их. Это может быть словесная партитура, графическая партитура, конвенциональная партитура, какая угодно еще. Но это конечный готовый результат, который уже не может дальше материализоваться. Смотрите, если ваш готовый результат не перезапускается назад, то есть не вступает в взаимодействие с публикой, это значит, что он падает ниже, а ниже у нас клепот, осколки, мусор. И вот так появляются партитуры автора, которые в стол пишут, да, вот туда мусор падает. Музыка должна быть направлена всегда на взаимодействие. И вот здесь, если мы посмотрим, какой здесь путь идет, это последний путь на древе жизни, 32-й путь. 32-й, потому что 10 сферот тоже путями рассчитаются. 10 сферот, 22 пути, 32-й путь. Он связан с арканом мир в картах Таро. И он связан с идеей не только воплощенной реальности. Он сопрягается с еврейской буквой Тау. Тау значит печать. Печать, что такое печать? Это печать чего-то. Печать, есть же всегда сама печать, а есть отпечаток. Вот Тау это отпечаток Бога на его творении. В случае в вашем, это отпечаток вашей воли, ваших конституционных особенностей, вашей ЦНС, да, вашего опыта на вашем произведении. Сколько бы вы не хотели написать произведение, независимое от вашей психики, да, это физически невозможно. Все равно ваше произведение будет отражать определенные закономерности вашего мышления. Вот этот путь, путь Тау и связывает ваше произведение с вашим образом и напротив ваше произведение с воспринимающим сознанием публики. И вот это самая главная связка. Наверняка вам про это говорили и другие педагоги, будут еще говорить, что если вы не ориентируетесь на публику, ваше произведение по большому счету никому не нужно. Потому что ваш проект, вне зависимости, он будет востребован или не будет. Это дело десятое. Но, если вы пытаетесь что-то высказать, что-то новое и делаете это во имя человеческого сообщества, даже если вы напишите в стол, оно отразится на этом сообществе, потому что бессознательное, коллективное бессознательное, оно интерсубъективно. Оно субъективно. Оно скажется на вас и с необходимостью скажется на вашем окружении в той или иной степени. Но, если вы подпадете под шаблоны, под штампы и под стереотипы и будете порождать только на этом уровне, минуя вот эту фазу, материализация идет, а назад процесс не запускается, то ваше произведение будет действительно чернилами на бумаге. Или единичками и нулями в вашем компьютере, по себе или усилий в финале, в чем вы там пишете. Вот. И тогда никакой пользы ни вам, ни публике от этого не будет. Более того, вам от этого будет вред. Потому что человек, повторяющий одну и ту же модель действия, с необходимостью приходит к окостенению. А окостенение с точки зрения каббалы – это клепот, это разрушение, это крах. Все, что вы здесь видели, сначала текло вниз, потом начинает течь вверх. Это энергия мезла, это жизнь, это живая вода. Я, когда учился у первого своего педагога по композиции, у меня два высших по композиции, сначала в Новосибирской консерватории учился. Так вот, мне там объясняли, что нужно мыслить произведение не формой, а потоком. Просто поток. И чувствовать, где он замедляется и ускоряется. Замедление и ускорение – это хорошо. А остановка – это плохо. Или разрыв – это плохо. И если на самом деле вот так научиться чувствовать то, что вы делаете, это будет точно соответствовать вот этой структуре. Она должна циркулировать. Где бы ваш процесс не остановился, если он не запустится назад, все, пиши – пропало. Ваш процесс пойдет коту под хвост. Будет шевер от хоккерин, будет крушение сосудов. И ничего путного не будет. Для публики вообще ничего, а для вас это будет вредно, а не полезно. Ровно, как и, я уверяю вас, и копирование себя вредно, потому что повторение – мать тупости, как известно, а не мучение. Вот. А во-вторых, вредна еще и недоделанная работа. Любая ваша созданная новая работа повышает ваши шансы на выживание и на создание новой еще более хорошей. Любая ваша незавершенная работа, сломанная работа, неудачная работа, она понижает ваши шансы на то, что вы в последующем напишите что-то более ценное. Это постоянная игра смысла, да, на повышение, на понижение. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, что вы делаете, и если этот процесс мыслит таким образом, если вы сумеете наладить его хорошо, я думаю, что у вас будут все шансы сделать его в большей степени осознанным и подконтрольным в вашей воле. Ну вот, мы уже до двух дозанимались, и давайте просто проделаем хотя бы один маленький эксперимент. Давайте любой из вас скажет, допустим, любое понятие, любую ситуацию или любое явление назовет просто одно, да, одним ограничимся примером, а я покажу, где оно находится на древе жизни, исходя из той системы ассоциации, которую я вам дал, чтобы вам было понятно, как в дальнейшем с этим работать. Хотя мы, конечно, не прошли пути, но я надеюсь, что те, кого это заинтересовало, сами сумеют про это почитать. Давайте, приведите какой-нибудь пример, какая-нибудь, допустим, ситуация, объект, предмет, какое-то слово отдельное может быть. Давайте, включаемся. Можно словом сказать речью, можно написать. Давайте, жду фидбэка, ребятки. Не бойтесь, я же оценки не раздаю. Слонов не раздаю. Отсутствие слонов тоже не раздаю. Любое слово, любое слово, любую ситуацию, слово вы характеризуете какое-нибудь. Какое-то самое абсурдное. Я не хочу сам предлагать, просто потому, что вы скажете, что я подтасовал что-то. Любое. Скажите, я вам покажу, где оно здесь находится. Поиск музыканта для проектов. Что является поиском? Смотрите. Прежде всего, в данном случае, вы являетесь менеджером. То есть, вам нужно организовать каких-то людей, их нужно найти. Значит, вы должны в неком пространстве поле вариантов работать, но вы должны прежде всего использовать ваш связующий разум, разум практический. Эта сфера абсолютно меркурианская. Помните, в чем суть Меркурия? Он был психопомпом, водителем душ. Он соединял миры. Он единственный мог на Олимп забираться, мог спускаться к людям, и даже спускаться в преисподнюю. Его оттуда еще и выпускали. Впускали туда всех охотно, но никого особенно не выпускали. А он оттуда выходить умел. И, естественно, это форма менеджера, форма коммуникации с людьми. Это форма чисто меркурианская. Даже не пути какие-то, но это именно меркурианская. Но, смотрите, если вы ищете именно людей под проект творческий, то вы с необходимостью попадете еще вот в эту часть. Вам придется работать и с эстетическими качествами, и вам придется в итоге прийти к какому-то проекту, связанному с балансом гармонии, сложившимся коллективом, который упорядочен, который сбалансирован. Поэтому вот ваши пути, вот ваши дорожки. Но сама по себе идея, она меркурианская. Так же, как сюда же будет идея вот самого нашего сейчас здесь общения. Интернет-общение, сфера абсолютно точно меркурианская. Более того, сейчас наш мир находится вовсе не тут. Тут находятся наши тела. У вас даже денег нет бумажных. Да, у вас все деньги на карточке в электронном виде. Тоже меркурианская сфера. Сфера скорости, сфера быстроты, сфера коммуникации. Ну, это мир вещей. Человеческий мир как эмпатическая конструкция. Вот где-то тут, на уровне сферы ресот. Человеческий мир на уровне интеллектуального взаимодействия, социального взаимодействия всего. Вот здесь тоже сфера, ход, сфера. Ход пишется хэ отдельно, как придыхание, и от. А то мне тут уже крестный ход вспоминали, да. Слово не русское, слово иудейское. Можно писать от. На самом деле с придыханием таким ход, да. Вот, вот вам, пожалуйста, пример. Это сфератический пример. Есть еще какая-нибудь идея, какая-нибудь ситуация? Может быть произведение какое-то, может быть ситуация. Может слово просто скажите. Вот тут пишут бракоразводный процесс. А, бракоразводный процесс. Но прежде всего это, естественно, отсечение. Если говорить про сферот, то это сфера гвора, да. Это отсечение связей, которую вы сочли лишней. То есть вы же отсекаете то, что считаете лишним, правильно? Ну вот. Либо так сложилось. Это либо вы сознательно, да, отсекаете. Либо от вас отсекается кто-то. Может быть мир отсекает от вас это. Всегда не будем забывать, что каждое из этих явлений может быть инициировано как вами самими, так и со стороны сообщества, со стороны мира. То есть если даже не вы инициировали бракоразводный процесс, он все равно будет относиться к сфере гвора. Он будет относиться к идее марсианской, идее отсечения. В идеале, когда это отсечение проходит как хирургическим скальпелем, профессионально и безболезненно, да, что позволяет в дальнейшем организму снова быть жизнеспособным. В любом случае отношения, которые пришли к распаду, да, их нужно было отсечь. То есть до момента бракоразводного процесса, очевидно, либо для одного участника, либо для другого была ситуация невыносимая. И значит это хирургический скальпель, который аккурат проводит вот эту линию, отсекая нечто лишнее. Понимаете, как с этим работать? Если вы еще почитаете, если хотите, я вам просто, даже не знаю кому сбросить, могу сбросить просто в WhatsApp-е организатору, в Telegram-е организатору, и вам, может быть, перешлют, как древо жизни выглядит с раскладкой по ним карты Таро. Дело в том, что вот здесь просто номера подписаны, да, и вам это будет сложно. Почему это важно? Потому что между каждой из этих сферот идет путь, связанный с той или иной картой. И если вы хотя бы поверхностно прочитаете про ту или иную карту в нормальных источниках, я вам уже рекламировал свой источник, мой четырехтомник, посвященный как раз этим картам, картам старшего аркана, то вы поймете, как между одной и другой сферой перемещаться. И не только сможете связать там бракоразводный процесс с чем-то другим, но и понять, какие токи идут между одной идеей и другой. Какие токи идут между вот этим и этим, да, как взаимодействовать. Почему обе идеи бракоразводные процессы, поиск музыкантов для проекта находятся на одном столпе суровости? А на самом деле это и то, и другое отсечение, вы понимаете? Вы когда ищете музыкантов для проекта, вы же отсекаете неподходящие варианты, или они вас не отсекают? Это то же самое, просто на более низком уровне. И поэтому на этом уровне это называется коммуникация. Вот и все. А на более высоком это уже болезненно. Также отсюда, поэтому, когда вы создаете свое произведение, там некоторые говорят о муках творчества, действительно это мучительный процесс, потому что вы режете по-живому, и вы отрезаете лишние варианты. Вот. Окей, тогда я вам сброшу картинку, сброшу на примере Таро Тота Алистера Кроули, там художница Леди Фрида Харрис, очень классная художница начала 20-го столетия, это колода конца 30-х, начала 40-х эпохи Второй мировой войны. Вот. И если захотите почитать, либо полистайте самого автора, то есть Алистера Кроули, книгу Тота, либо смотрите мои книги, все-таки, понимаете, эзотерики, они пишут специфично, вы там, может, ничего не понять, вот, и, скорее всего, там так и подразумевалось, чтобы ничего было особо непонятно. Вот. А у меня все-таки книжка научная, но она здоровенная. Она здоровенная, это 4 тома по 400 страниц в формате А4, да, то есть это почти 2000 страниц в ордовском формате. Но зато это самое полное исследование в мире, какое только есть. Так что, отсылая вас к своим книжкам, они еще, новое переиздание на сайте Касталии есть. Издательство Касталия издавало у меня эти книги, очень богато иллюстрированы, там уникальные материалы из различных музеев европейских, которых вообще нигде в сети нет. Так что, то есть там с вот этим все очень хорошо. Там по 300-400 иллюстраций в каждой книжке. И с этим знанием я вас и оставляю. Соответственно, благодарю за внимание. Удачного вам творчества, хорошего дня и всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok